привет снова я узнал ненавижу когда блогеры извиняются за то что их долго не было но я вынуждена сделать что я совершенно забыла провести розыгрыш простите меня пожалуйста кто его ждет те кто оставлял комментарии я проведу его вот буквально постараюсь сегодня вечером потому что я упала в какую-то просто временную петлю и отсутствовала вообще в сознании полторы я вернулась ура поэтому прошу вас подписаться поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий потому что иначе я не стану популярной мне не будут платить за рекламу и я не стану врать вам о продукции а я очень хочу это делать потому что иначе мне скоро придется записывать такие видео как покупочки фикс прайс резиновые тапки за 99 рублей закуп продуктов в вашане и пустые банки для дома потому что это самые популярные видео к сожалению на ютюбе поэтому в конце концов я хочу покупать для вас что-то новое и хорошее и рассказывать вам об этом именно поэтому сегодня мне понадобится помощь моего лягушонка пепе с салфетками потому что я буду блестеть для вас я уже это делаю если там отражается да немножко вся сегодня потому что сегодня мы будем разговаривать о такой фирме как revolution beauty лондон многие знают ее по вдохновленным палеткам шоколадок от туфейст до шоколадки выпускает в общем фирма revolution beauty лондон вдохновляется всем и всегда она вдохновляется маг она вдохновляется туфейст она вдохновляется кэт ванди она вдохновляется всем чем угодно и при этом у нее неплохая продукция внутри я испытываю к этой фирме очень смешанные чувства потому что для чего вдохновляетесь и делаете упаковку такую же как у туфейст или маг и для чего если внутри у вас действительно лежит неплохой продукт я могу понять китайских производителей которые делают обертку а внутренности они делать не научились и за счет этой обертки они как-то выезжают вы просто упакуйте свою собственную упаковку ребята в общем у них есть несколько разделов на сайте несколько брендов это собственно make up revolution i heart revolution хотя типа я сердечко революшен все говорят их артливая революшен они айла в революшен поэтому и хард революшен obsession и революшен про революшен про это такая типа линейка для профессиональных визажистов они делают однушки теней и в общем и так далее всякие очистители для кистей также у них есть очень много коллабораций со всякими известными блогерами известными там у них самое известное по моему это soft does nails если кто-то знает я думаю что вы ее видели я оставлю на нее ссылку внизу хорошая приятная девушка и также не выпускают всякие продукты для ванны душа волос всякие там русалочки бомбочки для ванны которые похожи на лаш но стоят чуть дешевле цены приемлемые для первого раза я заказала только кисти которые мне сразу скажу понравились они достаточно хорошего качества но они у меня все сушатся и выглядит не очень хорошо поэтому показывать их не буду ну и собственно говоря кисти кисти ничего в них такого нет и решила я не покупать никакие подделки под что типа шоколадные палетки а коллаборации там есть несколько которые мне интересны но я очень хочу дождаться каких-то распродаж честно говоря чтобы купить вообще дюшево потому что покупаю много и скоро я пойду померу поэтому да купила я в основном вещи для блеска это хайлайтеры жидкие палетка хайлайтеров просто сухой хайлайтер и так далее первое покажу и вот это это я так понимаю вдохновение кавер фэкс вот эти вот жидкие хайлайтеры в каплях у меня их три называются они от дрэгонс блат мёр мэр мэйт скейлс долго читала как мёр мэр мэйт скальпс и радовалась думаю русалки уже всех достали наконец-то с них сняли скальп и пикси даст ну то есть короче как всегда у нас тут драконы русалки и феи которые уже что поделать это популярно сразу скажу мне они понравились за одним исключением в них в двух из них очень крупные блестки но сейчас вы все увидите это пикси даст в них вот такая вот пипетка я не очень понимаю зачем эта пипетка нужна потому что в нее не очень хорошо все набирается такая да немножко более густая у них консистенция чем у кавер фэкс кто кто не понял тут поймёт и видите в них достаточно большое количество блесток я очень надеюсь что вам это видно они в общем это хайлайтер который такого золотого цвета и в нем зелено-синие блестки отдельные он выглядит очень красиво он очень сильно блестит это наверное все таки не в пятерочку или церковь а на какую-то вечеринку ну вот сейчас у меня другой мы его рассмотрим поближе ну красиво красиво он долго держится он быстро высыхает он намертво приклеивается к коже у меня к нему стоит недорого претензии по моему 6 или 8 долларов за него просит значит make up revolution лондон и у них на сайте от 75 евро бесплатная доставка в россию доставка в россию достаточно быстрая если нет очень большой распродажи если есть распродажи просто долго ваша посылка лежит у них там вот именно у них и долго они собирают а так все отлично идем дальше dragon's blood это розовый хайлайтер который находится сейчас на моих щеках он он это розовые капельки с золотым свечением золотые блестками внутри тоже красиво и тоже не на каждый день если вы слышите там вопли это мой ребенок играет с папой это не то что там все плохо это просто они так веселятся анфиса научилась издавать новые звуки как будто кошка хочет кота и она орет так целый день мне кажется ко мне скоро приедет полиция просто и последний это mermaid scales он самый носибельный из всех как ни странно он голубо-зеленого цвета и в нем совершенно нет отдельных блесток то есть он просто вот такой вот необычный необычного оттенка но без блесток и наиболее как ни странно натурально выглядит вот он мой любимый на каждый день а чтобы так посиять вот этот dragon's blood он конечно очень красивый не знаю я очень надеюсь что хоть что-нибудь вам видно но дальше я купила попробовать ультра строп крем от революшн мейкап это странная штука я ее не поняла давайте я нанесу ее на чистую руку тут написано что это можно наносить как иллюминирующую базу и просто для экстра подсвечивания можно ее использовать но она такая лайтовая что что ну как бы у меня вот я не знаю крем чистая линия наверное дает больше блеска чем вот это иллюминирующим ее вообще не видно это просто какой-то ее нет то есть ну зачем ее использовать вообще для увлажнения у меня есть мой крем для базы она не так хороша потому что это просто какая-то жирная субстанция а для подсвечивания она вообще ничего не подсвечивает поэтому вот именно ультра строп крем красивая упаковка конечно ничего не могу сказать но не рекомендую вообще никому дальше это вдохновение офры я так понимаю да офра ники туториалс выпускает все время хайлайтеры с офра он мне понравился он в очень дешевой упаковке дешево стоит называется скин кис шампань чуть сыпучее чем хотелось бы на самом деле аааа как называется хайлайтер который все нравится эстрады вот эстрады он честно говоря получше но если у вас нет эстрады вы можете в общем приобрести вот это ну обычное такое мягкое сияние на очень светлой вернее на не очень светлой коже он будет заметен вне света как небольшое такое белое пятно поэтому сначала сказала, что понравилось а потом, по-моему, я его немножко обосрала ну, в общем 6 из 5, скажем так он не самый плохой и за счет того, что он стоит дешево, его оценка поднимается вверх и к нему не так много требований и последнее из сияшек блестяшек, что я взяла, это Revolution Makeup London Pro Amplified Stroke and Highlighting палетка палетка чудесная палетка чудесная, претензии у меня к ней никаких, кроме того, что она очень дешево выглядит и она такая громоздкая и еще, что здесь сухие текстуры и жирные находятся в одной палетке это не очень хорошо потому что сухие части все время сыпятся на жирные и ничего хорошего из этого не получается и так, значит, показываю сначала я показываю которые жирные я не могу назвать их жидкими они жирные первый самый красивый мягкое у него такое свечение он жирненький я его люблю использовать на каждый день потому что он дает очень-очень-очень мягкое сияние который золотой все было бы хорошо но в нем содержатся мелкие блестки которые мне не очень нравятся видите? вот он здесь цвет шампанского та же история если бы не было мелких блесток синего цвета было бы все великолепно вот он здесь и последний даже не знаю, как его назвать розоватый тоже розоватый его будет видно на светлой коже поэтому стоит наносить его либо когда вы чуть загорели либо не использовать румяна потому что нет ничего хуже когда вот здесь вот цветной хайлайтер а здесь еще и румяна вот они так выглядят вот так вот они выглядят тын-тын-тын-тын в палетке и вот так они выглядят на моей руке сухие текстуры первое белый отличный вот его вообще ругать не могу он хорош тоже такое не напряженное у него свечение золотой они как бы дублируются в принципе розовенький сразу все нанесу чтобы показать и загорелый вот они все четыре белый, золотой, розовый и загорелый в них нет отдельных блесток они все мягенькие единственное, вот этот загорелый мне оно серьезно никуда я не люблю вот это вот псевдозагорелое ну что реально чувиха видно, что это не загорелое я просто намазалась какой-то коричневой блестящей хренью это не для меня и вот этот вот розовый тоже, если вы любите блестящие в смысле такие прям сияющие румяна тогда это для вас а для обычных людей вот этот и этот подойдут отлично на каждый день хорошая очень доступная по цене палетка я думаю, что я буду пользоваться ну естественно не всеми цветами и не использую ее целиком никогда но в общем-то я ей осталась довольна и последнее, что хочу показать это несколько помад так как у нас близится Хэллоуин и я люблю странные цвета я взяла две помады которые вдохновлены по-моему это Мак да? это Мак или это пули от Джеффри Стар тоже похожи хорошие помады они не увлажняют они не сушат они не чувствуются в общем, как будто их просто нет они достаточно стойкие хотя не заявлено отпечатываются естественно везде но достаточно стойкие и я взяла два цвета которые мне очень понравились это вот такой вот мышиный серый и я думала, что это черный но на деле это какой-то очень темный винный это цвет бормотухи где-то я не знаю в Сочи он у меня как-то уже был на губах в общем в каких-то прошлых видео можете посмотреть мне очень понравились помады действительно стоили там они что-то доллар и я прям в восторге и теперь я хочу с вами поделиться с одним из вас с тем кто в общем оставит комментарий вот в чем я хочу отправить человеку который рандомным образом будет выбран мной через неделю я честно обещаю не забыть давайте устроим тему где вы отдыхали этим летом напишите просто где вы отдыхали этим летом понравилось ли вам это же не сложно да и давайте подтягивайте друзья и будем разыгрывать в общем я разыграю такую же помаду как у меня но более естественного красного темного оттенка вот такой вот румяно хайлайтер от iHeart Revolution в общем там давайте я покажу это тоже вдохновлено но он мне очень понравился это коробочка называется он Bleeding Heart где лежит вот такое вот сердечко хайлайта розового цвета и оно истекает кровищей как будто как раз скоро Хэллоуин очень здорово и последнее что я вам покажу хэштег начинай монтировать тварь это набор кистей тоже отправится к одному из счастливчиков а здесь четыре кисти как я уже говорила кисти мне понравились поэтому в общем вот эти вот три позиции отправятся к тому кто рандомным образом будет выбран и ответит на вопрос где он отдыхал этим летом все значит в следующий раз когда будет какой-нибудь скидон я закажу обязательно что-нибудь из коллаборации вам покажу а вам значит я желаю чтобы у вас не шел дождь дали отопление и чтобы у вас не было соплей потому что когда нет соплей это просто великолепно пока